Анастасия Редактор субтитров А.Семкин Анастасия Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте! Я хочу рассказать вам, как можно тренировать себя и заниматься собственным образованием вне зависимости от вашего возраста. Начну я вот с чего. Как вы думаете, когда, ну как пропустим, впервые был вычислен радиус Земли? Когда примерно так? Когда, какие события там? Средние века, 1840-й, 12 назад. Ну, очень сильная аудитория. Обычно первая версия — это, конечно же, когда полетел Гагарин в космос. Причём, заметьте, в этой версии есть разумность. Почему? Есть такое впечатление, что если я на что-то смотрю со стороны, то я могу его исследовать. Поэтому, конечно же, когда Гагарин полетел, мы смогли наконец на свою Землю посмотреть со стороны. Ну, это, естественно, неправда, иначе бы он не полетел. Дальше возникли 18-й век, 17-й. Ну, непонятно, к чему они привязаны. Ещё обычно связывают с кругосветными путешествиями, 15-й век. Тоже логично. Мы что думаем? Если ты что-то обойдёшь со всех сторон, потрогаешь со всех сторон, то типа сможешь узнать. Тоже логично. То есть нам хочется, чтобы что-то исследовать, его со всех сторон вот так покрутить и посмотреть, обойти. Ну, оказывается, это было сделано сильно раньше, неким эратосфетом Керенским, эратосфеном Керенским, в третьем веке до нашей эры. То есть не то, что он в космос не летал, а вот как выглядела его карта. Что мы видим? Вот всё, что он знал о Земле. Я ему передам ваши аплодисменты, он их заслуживает. Смотрите, Средиземное море, немножко Европы, Азии, ну, совсем чуть-чуть, Африки, обрывки, ну, Австралия отдыхает, Америки вообще нет. И вот теперь смотрите, сидит себе маленький человечек, особо о мире не знает ничего, но как-то так берёт, думает и вычисляет радио Земли настолько точно, что вот, ну, сейчас мы, конечно, точнее знаем, но для того времени вообще невероятно. Третий век до нашей эры. И вот ключевая загадка. Смотрите, кто-то может, вот он смог. Большая часть из нас не может. Вот в чём, на мой взгляд, вызов. С чем, на мой взгляд, он связан? Заметьте, когда мы занимаемся образованием, большей частью в школе, в вузе, мы изучаем кого-то. Вот были умные дяди, они что-то сделали, а мы их изучаем. И это означает, что мы можем быть только вторыми. Вот у нас нет шансов быть первыми. Потому что мы изучаем их. Мы всегда вторые. Вот это очень печальный тезис. Если мы будем получать образование так, как мы его получаем, мы гарантированно вторые. Ну, я надеюсь, некоторым из вас хочется попробовать и потренировать себя на первых. В чём состоит принципиальный тезис? Чтобы попытаться стать первым, как вот Эртосфен Керенский, нужно действовать там, где никто не наследил, где не было ещё умных дядь. Ну, иначе просто ты опять второй, ты за ними бегаешь. Я хочу рассказать о группе проектов «Образовательный экстрим». Значит, я занимаюсь этим около 20 лет. Самые активные точки сейчас – Красноярск, Томск, Новосибирск, Москва. И я сейчас расскажу только об одной линии. Ну, вообще говоря, проектов много. Ключевой тезис какой? Образование составивается только тогда, когда вы выходите на границу своих возможностей. А иногда даже на границу возможностей этой культурной сферы, которой вы занимаетесь. Вот это образование, а всё остальное называется погоня за кем-то. Итак, если мы работать будем с нашим миром, его как-то исследовать, тренировать свои извилины, то в нём, к сожалению, слишком много наследили. Вот Эртосфен Керенский уже сделал, и теперь ты можешь прочитать. Кстати, рекомендую почитать, как он это сделал. Даже тщательно разобраться, в Гугле это есть, но даже просто прочитав, что там написано, и представить, как это в подробностях было сделано, мало не покажется, очень рекомендую. Так вот, нужно действовать не с теми мирами, которые уже наслежены умными дядями. Нам же тренироваться надо. Нужно строить задачи про возможные миры, так называемые агеновские задачи. Я хочу показать несколько примеров и показать, как на них тренировать себя. Итак, задача построить плоский мир в поверхности куба. Я с утра отобрала кубик у своей подруги. Ну, в смысле, у неё ребёнок маленький. Итак, представляем себе куб. Теперь, не по нему кто-то ходит, это неинтересно. В его поверхности ты живёшь. Представь себя учёным этого мира. Там в мире много чего. Ну, там, может быть, есть природные объекты, деревья, может быть, растут, существа какие-то умные, безмозглые, разные. И ты такой умный учёный. Теперь смотрите, очень важно, учёный маленький. Мир огромен. Вот представьте себе, радиус Земли, как вычислил наш знаменитый предок, 6400 примерно, и того, ширина, там, диаметр, ближе к 13000. Во сколько раз наша планета больше, чем высокий человек? О, слышу правильно цифры. Много миллионов, 6-7 миллионов. То есть принципиально человечек очень маленький, мир огромен. Он не может быстренько сбегать, заглянуть за угол, как дом посмотреть. Нет, мир огромен. Ты учёный, ты в нём живёшь. Можешь ли ты научиться измерять расстояние? Ты же не сверху смотришь. Ты вон там внутри ползаешь. Можешь ли ты ввести время ориентиры? Вот у нас кто-то, опять же, когда-то додумался до востока, запада, мы до сих пор этим пользуемся. Как он додумался? Попытайся, введи. Поехали. Как мы будем там ориентироваться? Это очень трудно, потому что, когда мы вот это всё в школе изучали, нам казалось это настолько элементарно, что даже в голову не приходит. Более сложные вопросы. Может ли этот учёный узнать, что мир имеет вот такую форму? При этом, ещё раз, он не может вот так сбегать, посмотреть. Там, может быть, есть сила тяжести, он вообще отсюда никуда не выезжает. Ну, как и Ретосфен Керенский, никуда он не летал и даже не плавал. Может ли он это сделать? Может ли он построить карту? Причём, смотрите, карту не вот отсюда видимую, а ты же плоский такой внутри. И как ты видишь мир? Ну, отрезочками, одномерно. И поэтому карту, которую ты можешь построить, она, скорее всего, тоже одномерная. Как её можно построить? Вот, когда начинаешь решать эту задачу, вылезает всё бытовое мышление. Вот вы про себя много узнаете, если порешаете. Что я понимаю под бытовым мышлением? Знаете, такой анекдот. Папа, что ближе, Луна или Житомир? Ну, Сёма, что тут сложного? Подойди к окну. Ты Луну видишь? Вижу. А Житомир? Смотрите, вот это и есть бытовое мышление. Что вижу, то и правда. Профессионал рассуждает иначе. Очень редко сейчас, в наше очень сложное время, истина очевидна. Вот я Луну вижу, Житомир не вижу, но Житомир ближе. Это очень странный факт. Поэтому попытайтесь построить карту. Мы же типа знаем, что такое карта. Я думаю, все сейчас сидят и думают, ха, минут на пять работает. Вы увидите, если построите карту, что там отсутствуют ключевые требования к карте. Нет масштабной сетки, нет системы ориентиров. Мы проводим полигончик, тут же даём эту карту какому-нибудь путешественнику и говорим, проигись. Путешественник гибнет минут через пять, потому что, как правило, карта не привязана к местности. И выясняется, что то, что мы изучаем в школе, оно как бы понятно, но при этом, как только переносишь знания на этот мир, выясняется, что ничего мы не понимаем. Вот смотрите, кстати, к слову «карта». Сейчас во многих сферах деятельности возникает это слово. «Карта бизнес-процессов предприятия», «карта компетенций», «карта ресурсов». Сейчас очень много таких слов возникает. А вы пробовали проверить? Там карта или список. Это карта бизнес-процессов, или, извините, схема, или там картинка. Карта – величайший инструмент человечества, и большая часть наших так называемых карт не догоняет вот этих карт. Как правило, у нас в списке. Поройтесь как-нибудь, это очень интересно. Смотрите, мы сейчас очень избалованы тем, что мы можем полетать и сверху посмотреть. Это отключает мышление. То есть мы думаем, что карта – это когда вот так сверху смотришь, и как-то мозги отдыхают, и так шлют «привет». Ещё раз, Артасвен Киренский, не имея возможности видеть сверху, не имея возможности завернуть за угол, смог. И поэтому вот именно на таких простеньких игрушках можно тренировать вот эту вот возможность открывать нечто, что невероятно больше тебя, ты включён внутрь и, казалось бы, не можешь ничего увидеть. Ну, вот можно. Для гуманитариев. Ну, вы же понимаете, что здесь сказки и легенды тоже особые. Ну, мы решаем задачу по группам. Маленькие дети, большие дети и даже взрослые. Самое интересное, конечно, решать составом от семи лет до шестидесяти. Большая часть ограничений связана, скорее, с шестидесятью, чем с семью. Вот что говорит Артур, это вот тот взрослый мужчина, решает такую задачу. Смотрите, он говорит, когда заканчиваешь школу, в вузы начинаешь работать. Разнообразие твоих задач невероятно сужается. То есть, да, ты крутой, ты решаешь эти задачи очень хорошо. Но их вот столько. И поэтому, когда ты видишь вот такую задачу, ты просто выясняешь, что ты давно забыл, как это делается. А может, никогда не умел. И поэтому, вот совершенно неважно, какого возраста, мало не покажется, мигом вылезает бытовое мышление, и мы выясняем, луну мы видим или же томер. А взрослому человеку, как утверждает, опять же, успешный бизнесмен, вообще надо иногда шевелить вот эти основания, к которым ты давно уже привык. Я приведу пример еще задач. Вот для психологов, социологов, любителей теории поколений, про цифровое поколение, очень интересная задача. Мы тренировали на себе, проверяли, собирали три поколения, проверяли, может ли следующее поколение быть два раза умнее. Нас пока выяснили. Пока нет. У нас еще лет десять есть, но не больше, похоже. Задача вполне взрослая, решая эту задачу, можно выйти на лекции Александра Аузана по экономике. Внутри. Вот, отлично, господа. Как правило, собственность аддитивна, то есть она складывается из кусочков. Что это означает? Если у меня есть сто рублей, то если я вам отдам пять рублей, то у меня будет меньше. И поэтому я не отдам. И пока собственность вот такая, то у нас очень трудно с передачей, я не отдам на вашу башню ни копейки, у меня же будет меньше. Но возникает информация и знание, которые относятся к неаддитивной собственности, но ею распоряжаются часто как аддитивной собственностью. Давайте я в этом месте прервусь. Вот, поинтересуйтесь. Очень интересно это порешать. Теперь смотрите, господа профессионалы, я насколько понимаю, в зале школьников нет, здесь люди работающие. Есть. Школьники, про вас мы уже поговорили. Итак, работающие. Вы кем-то работаете, вы чем-то занимаетесь. В каждой сфере деятельности есть основания. Как можно глубоко понять эти основания, а еще лучше их, например, расширить, опрокинуть, сделать инновационными. Если вы будете возиться опять же с тем, что уже создано, ну, вы вторым будете, вы, может быть, догоните когда-нибудь. Если в сфере деятельности сформулировать подобные задачи и порешать веселой компанией, вы получите очень много реальных инновационных ходов, потому что такие задачи заставляют работать с основанием понятий. Не поверхностно, там бантик завяжем, переименуем там, а с основаниями. Такой жесткий тезис. То есть каждый профессионал должен раз в год решать подобные задачи в своей сфере деятельности. Тогда у него мозги, что называется, прокачаны. Мы недавно решали с представителем малого бизнеса задачу по управлению персоналом. Нормально, быстренько открываются какие-то ходы, которые в голову не приходят, если просто сидеть и думать об управлении персоналом. Несколько рекомендаций, прежде чем вы пойдете собирать компании. Как только начинаешь этим заниматься, тут же хочется читать книжки. Вот я надеюсь, про Рита Свина Керенского вы, например, прочитаете. Есть такая хорошая игра «Догони предка». Интересно прямо раскапывать, как кто-то в твоей сфере впервые это сделал. Чего это он вдруг? Вот все смотрели за окошко, и никого не напрягало. Солнце маленькое, земля большая. Чего Коперник вообще напрягся? Видно же, вот гляньте в окошко, Солнце маленькое, земля большая. Солнце ходит, земля стоит. Почему Коперник напрягся? Чего его не устраивало-то? Всех устраивало. Кстати, почитайте возражения, которые он получил, они очень смешные. И поэтому, смотрите, вот в этот момент начинается очень хороший интерес как раз к нашим предкам, которые в вашей сфере чего-то там натворили. Если мы просто читаем про них, мы не лезем в глубину. А когда делаем вот так, мы докапываемся до самых глубин. Дальше. Вот очень важно иметь зеркала. Что это означает? Когда мы учимся в школе, у нас есть учителя. Их задача нам делать зеркало типа «молодец», «двоечник» или нет. А когда мы становимся взрослыми, у нас появляется в качестве такого зеркала начальство, которое тоже говорит «молодец» или «нет». Но если у нас начальник является единственным зеркалом, это означает, что у нас нет шансов быть круче начальника. И тем более нет шансов придумать что-то такое, о чём начальник не догадывается. То есть вы заведомо не просто второй, а знаете, 25-й. Очень нужны другие зеркала. Вот один из наших проектов — сезон математических игр. Подростки играют в математические игры, а потом идут, проводят у дошкольников. Это мы работаем с Томской школой аврикоразвития, Томский детский сад «Монте-Сориа». Так вот, подросток, пятый класс, сходил, провёл математическую игру дошкольника, возвращается на следующий день в школу и говорит на уроке, такой напряжённый, «Знаете что?» — говорит он учителю. «Был я вчера в детском саду и увидел, что вот эти шкеты неплохо считают, а у них уроков математики нет, я выяснил. А я учу математику пять лет. На что я потратил эти пять лет?» Но, говорит, я догадываюсь, что я считаю лучше, чем они. Если цифры были бы большие, числа были бы большие, я бы быстрее. Но на это пять лет тратить — это глупо. Смотрите, откуда у парня такой вопрос возник? Учился себе, учился? Потому что он увидел зеркало, он сходил к этим шкетам, у которых даже уроки математики не было, и выяснил, что они ничего так. Поэтому, смотрите, для того, чтобы увидеть реальные зеркала и выяснить, чему вы научаетесь, вот как этот парень. Я уже пять лет работаю в этой сфере деятельности, и я теперь умею. Вот попытайтесь, позовите для этого в компанию младших, старших, своих, чужих, тех, кто читал, тех, кто не читал. Вы гораздо больше узнаете и про себя, и про свои мозги, и про ту сферу, с которой вы хотите поэкспериментировать. Ну и про общую атмосферу. Вот это нужно делать без монотизма, весело. Мы часто в этих задачах, ну не знаю, даем задание сделать сценку, сыграть сценку, провести полигон. Ну, например, вот та задача про поколение, которое в два раза разумнее, чем другое поколение. Мы предложили каждой группе выработать свое представление о разумности, потом придумать, как его измерить, а потом провести эксперимент на другой группе. Ну а что? И вот случайно совершенно у меня оказалась группа маленьких девчонок 8-9 лет, а к нам по жребию пришли слоники, 18-летние олимпиадники, парни. Ну и мы их должны проверить. Мои девицы, совершенно не смущаясь, сказали, так глядя вот так, «Мальчики, мы вот сейчас будем проверять на ваши мозги». Мы под мозгами понимаем вот что. Они сказали, они вообще не дураки, девочки, проверили. И выяснилось, что с их точки зрения у парней очень плохо. На что парни, глядя, вот очень сильно вот так сказали, а не что, что мы олимпиадники, мы вообще очень крутые. И девочка спокойно им говорит, «Вот знаешь, ты правда думаешь, что когда ты решаешь олимпиадные задачи, ты очень умный?» Знаете, парень завёлся, он неделю потом ходил и думал, «А вот действительно, я олимпиадник, вот этого достаточно или как-то ещё покачаться?» Вот в смысле мозгов. Если это делать весело, вы как-то как-то растряхиваете себя, вот бантики как бы развязываете, сюда посмотрели, сюда посмотрели. Поэтому компанию нужно повеселее, и можно делать сценки, можно снимать фильмы про те миры, которые вы строите, можно делать полигоны, можно развлекаться на себе. Это очень интересно. И, итогом, тренируйте собственное мышление для того, чтобы попытаться стать первым в той сфере, в которой вы работаете. Для этого, на мой взгляд, нужно пробовать себя в тех мирах, в которых ещё не наследили. Возьмите вашу сферу деятельности, выделите основания, сформулируйте вот такую парадоксальную задачу и порешайте весёлой компанией, без фанатизма, весело. И, как говорит барон Мюнхгаузен, мыслящий человек просто обязан время от времени вытягивать себя за волосы. Желаю успехов!